В эфире «Лицом к лицу», я Евгений Огарков. Здравствуйте. 25 февраля, в день рождения Леси Украинки, в Украине представили тизер будущего боепика о писательнице Леся Украинка «Узлися». В фильме покажут самый драматический и переломный момент биографии Леси – историю ее любви к Сергею Мержинскому, к которому она ушла вопреки воле родителей. Продюсирует киноленту гендиректор Одесского кинофестиваля Юлия Синкевич, и сегодня она гость нашей студии. Итак, Юлия, я вас приветствую в нашей программе. Давайте для начала, для того, чтобы зритель понимал, о чем мы поговорим, мы посмотрим небольшой тизер, который и был, по сути, презентован. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Нет. Я жива. Я буду вечно жить. Я просто вижу, вы знаете, судя по тизеру, что это украинские локации, да? Расскажите, пожалуйста, о том, где проходили съемки. Съемки проходили, я так понимаю, в том же месте, где и тизер снимался, или съемки еще не закончились? Где в целом будет происходить? Съемки фильма еще не начались, на самом деле, потому что мы в процессе еще девелопмента находимся, и еще собираем бюджет на фильм, на самом деле. Ждем конкурса от Государственного агентства Украины по вопросам кино для того, чтобы подать проект. А это тизер, который был снят при поддержке Украинского культурного фонда в Киеве. Локации и интерьер, и экстерьер, собственно, это Голосеевский парк и Киевская интерьерная фотостудия, в общем-то. То есть, по сути, для этого вы задели, но это же такая масштабная работа, можно было уже как бы кусочек фильма снять. Это и есть кусочек фильма в каком-то смысле, но на самом деле это очень важный момент, о котором многие кинематографисты им пренебрегают, и даже наша система поддержки кино не предполагает, на самом деле, поддержки девелопмента, потому что, входя в такой большой масштабный проект, нужно попробовать, как работает группа друг с другом, как идет темп производства, как ведут себя актеры, какая синергия между режиссером и съемочной группой. Это все очень важные моменты, иначе дальше, в конце концов, они просто вылезут тем, что качество будет не так. Ну, то есть, я так понимаю, вам тизер был важен для того, чтобы хотя бы привлечь и показать и спонсора, и для дальнейшего продвижения, для дальнейшего проекта. Да, ну, и для продвижения, естественно, для того, чтобы показать, какая стилистика будет фильма, для того, чтобы продвигать его также и за пределами Украины, но и в то же время, естественно, для нас, для внутреннего понимания, как работает группа. Я хотел бы еще с вами поговорить о самом периоде жизни. Ну вот, что будет, какой период жизни Лоси Украинки будет показан в фильме? Вот этот еще момент интересует. Это будет вся жизнь или какой-то конкретный ее период жизни? Мы показываем практически всю жизнь, но с тем, что основной фокус, скажем так, треть фильма, даже больше, это 1901-1903 годы ее жизни. Это как раз самый интенсивный драматический период отношения с Сергеем Мержинским, отношения с Ольгой Кобылянской и дальше ее замужество и, собственно, отношения с Климентом Квитко и ее мужем, который, собственно, и остался с ней до конца ее дня. Я так понял, что это будет наибольший акцент на этом моменте. Почему выбрали именно этот момент? Это действительно так и есть. Это наиболее драматичный, с нашей точки зрения, период жизни Лоси Украинки, когда события происходили очень интенсивно. Далее, в 1905 году случилась революция, Лоси Украинка тоже не могла оставаться в стороне от этих событий и была очень активным общественным деятелем в этот период времени. То есть это период расцвета, это период действительно интенсивности, насыщенности событиями ее жизни. Вы говорили о том, что вы только собираете деньги. Сейчас на проект во сколько вы оцениваете картины? Мы оцениваем приблизительно в 2 миллиона евро бюджет этого фильма. Это достаточно скромная сумма, учитывая, что это исторический фильм. Но я думаю, что мы сможем в этот бюджет вписаться. Это подчеркну, что копродукция с Грузией. То есть съемки будут и в Украине, и в Грузии. И мы еще будем искать также международных партнеров, возможно, третью сторону. Сейчас проект будет представлен в Стамбуле на копродакшн-маркете, собственно, с целью как раз поиска международного партнера. А вы обращались уже к государству, к Украине? Только на девелопмент. Мы получили поддержку от Украинского культурного фонда. И вот сейчас мы ждем объявления конкурса питчинга Государственного агентства Украины по вопросам кино, который обещают с дня на день. И в этом году, конечно, мы будем подавать проект уже. Вы сказали, что это украино-грузинский проект. И режиссер фильма, я вот читал, что это нано-дженелица. Совершенно верно. Почему было принято такое решение с грузинским режиссером? Я знаю, что у вас очень долго длились переговоры или предложения вот в этом плане. Мы долго действительно искали режиссера, потому что, в общем-то, этот проект, в отличие от многих, он такой арт-мейнстрим, скажем, он на стыке. И, в общем-то, это продюсерский проект. То есть идея возникла у продюсеров. И мы искали уже режиссера конкретно под ту задачу, которую мы себе ставим, такого режиссера, который сможет ее воплотить. Наше, конечно, субъективное пусть видение. И в этом смысле нано-дженелица, с которой я была уже знакома достаточно долго, знала ее и как директора грузинского киноцентра, но прежде всего, как режиссера-сценариста фильма «Тенгиза Абаладзе. Покаяние», как режиссера фильма «Колыбельная». Она для меня как раз и являлась воплощением всех тех качеств, которые мы искали в режиссере. Ее видение совпадает с нашим видением. И в этом смысле, я думаю, что это даже хорошо посмотреть со стороны на Леси Украинку. А почему с Грузией связали? Ну, потому что Леси Украинка умерла в Грузии? Она провела последние годы своей жизни в Грузии. Ее известная фраза «Если бы я не была украинкой, я была бы грузинкой» вошла уже в такой золотой фон цитат. И, конечно, эта связь, она очень сильная. Касаемо главных ролей Дарья Полунина будет играть саму Леси Украинку. Почему остановили выбор на ней? Абсолютная случайность, на самом деле, в каком-то смысле. Хоть я видела Дарью в каких-то промо-роликах. Она, например, снималась в промо-ролике Одесского кинофестиваля, в короткометражках. Кровянка, например, режиссера Кадия Непеталюка. Но я не рассматривала и не думала, что эта роль ей подойдет. Но потом я увидела ее фотосессию, которая была, скажем, с одной стороны и ретро. С одной стороны, это был образ действительно девушки конец 19-го, начало 20-го века. С другой стороны, абсолютно современной молодой девушки сегодняшнего времени. И эта комбинация, в общем, привлекла внимание. Но далее мы узнали также, какая она актриса. И она, по-моему, идеально подходит под тот образ, который мы, по крайней мере, видим. Касаемо роли Сергея Мержинского, кто будет играть? Еще не утверждены эти роли. Еще идет поиск актеров, поэтому пока этой информации нет. Я вас понял, Юлия. Я вас благодарю за то, что нашли время прийти к нам и коротко уложиться и рассказать об этом в фильме. Гостем программы «Лицом к лицу» была продюсер фильма и генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. Я Евгений Огарков. Прощаюсь с вами до следующего эфира на ЮИТВ. Редактор субтитров А.Семкин